Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами снова Настя. Сегодня решила показать вам свою орхидею белую, которую я омолаживала. Хотела показать ее цветение, ну и вообще показать, рассказать, как у нее корни растут, что новое, какие выводы я сделала. Ой, Ксения, ну что ты вытворяешь? Ксения очень сильно извиняется, сказала, что больше так делать не будет. И, чтобы не было так скучно, я решила показать еще несколько орхидеи, вот это на заднем плане. Ксюша, Ксюша, ты чего? Решила уйти. Ладно. Так, там на заднем плане у меня распускается первый цветочек у циркуса. Такой вот он еще совсем маленький. Такой вот красивый. Далее внизу здесь еще у меня такая вот радость. Purple Princess снова цветет. Посмотрите, ну это разве не чудо? Посмотрите, сколько бутончиков она еще доращивает. Но это еще не предел. Мало того, что эта орхидея пробудила мне, вернее продолжила сам цветонос цвести. Сейчас попробую показать. Вот он, да, красавчик. У нас растет новый цветонос. Вот такая вот невероятно красивая. Вроде бы на первый взгляд обычная, да, сиреневая орхидея. Ну, есть в ней какая-то изюминка, наверное, в ее губе, в ее язычке, да. Вот у нее там, посмотрите. Какой крапушек милый. И губа очень такая яркая, темная. Сам цветок намного, кстати, ярче, чем на камеру передается. Вернее, даже темнее. На камеру он как-то более высветленный. А в жизни он такой насыщенный-насыщенный. Далее, вот там вот распустился мой красавчик безымянный. Черная ракушка, я его для себя называю. Или улитка черная такая. Ну, посмотрите, какой же он милый. Он прям почти что черный. Кстати, вот очень у многих сейчас видела похожую орхидею. Точно так же она, такого же окраса, такие же ажурные края. Но отличается язычок. Язычок немножко другой, да. Сейчас попробую вам показать его язычок. Смотрите, вот он какой интересный. Ну, я думаю, возможно, может быть, это и одна и та же орхидея, но при склещивании одна взяла больше от одного родителя, другая от другого. Потому что, ну, совсем-совсем, как бы, небольшое отличие, да, только в том, что язычок, вернее, губа другая. Вот. А так, еще что заметила, при покупке она была более крупная, цветы. А сейчас у нас цветы такие, знаете, как нераскрывшиеся, что ли. Как-то интересно. Ксюша у нас хочет выйти. Тоже не знает, куда себя деть. Говорит, надоели уже целыми днями сидеть дома. А чего ты облизываешься-то? Ксюша, по машинам скажи привет. Скажи всем привет. Всем привет. Ой, какая. У нее сейчас опять аллергия, видимо, немножко пошла на корм. Нужно опять что-то менять. Ну, и давайте, наверное, посмотрим нашу красавицу белую орхидею. Посмотрите, какой размер, да, какая вот цвета у нее крупная. И если сравнивать с мини, вот этой, кстати, забыла название ее сказать, это Purple Princess. И у нее, скажу вам честно, не очень-то, кстати, приятный аромат. Я уже говорила в одном из своих предыдущих видео. Ну, ладно, давайте перейдем к рассмотрению более подробному вот этой вот красавицы. Вот такая вот огромная розетка, да, у моей красотки белой. Но, знаете, здесь, наверное, даже не сама розетка большая, а размах листьев очень большой. Довольно-таки крупный. Очень крупные листья у него. И когда я пересаживала, я не помню, говорила вам это или нет, но мне моя свекровь посоветовала при омоложении, так как я удалила огромное количество корней, убрать немножко также и листьев, потому что все-таки несоответствие корневой массы и листовой может привести к тому, что орхидеи не вытянет. Ну и к тому же она у меня еще чуть позже, конечно, выпустила боковое ответвление, да. Но я, знаете, раньше немного ошибалась, наверное, да. Я считала, что если, в общем, листья дают якобы питание. Ну да, они действительно дают и питание самому растению, да. Но опять же, для роста корней листья ни в коем случае не помогают. И в прошлом году, когда я омолаживала одну из своих орхидеи, именно это была обычная желтая орхидея, но я тогда решила для себя, что ставлю побольше листьев, чтобы они дали питание и силы на рост корешков. К сожалению, я ошибалась, поэтому в этот раз я прислушалась к совету свекрови, да, и удалила аж целых 4 листа. Да, они были очень огромные, мощные, и слава Богу, потому что, смотрите, вот эти два листа она держит, но она их тоже очень тяжело вытягивает. Вот этот еще более-менее, вот этот съедается. Вот, если бы было больше, она бы просто не выдержала. Корни бы начали гнить. Корни у меня и так начали гнить в огромном количестве. Видите? Обратите внимание, я специально повернула той стороной, где очень много взгнивших корней, вот они. Это естественный процесс, потому что какие-то корни были воздушные, какие-то из горшка, да, и не все корни, так скажем, перенесли этот стресс. Но она начала наращивать хорошо корневую. Тут у нас множество новых корней. Кстати, осмокот добавила я недавно совсем. Это у меня закрытая система, но я не держу постоянно воду. Я просто подливаю где-то вот полсантиметра, наверное, да, раз в три дня. Она ее выпивает, и все. То есть это закрытая такая система, но в то же время не с постоянной водой, да, как мы привыкли. В принципе, я свои орхидеи не держу, у своих орхидей не держу сейчас постоянно водичку на дне. Только если вот там орхидеи стоят, на мокрых пяточках, там да. А так как тут корни дошли до конца, я так не делаю. Ну и посмотрим на саму красавицу, да, как-нибудь. Вот она, красавица, орхидейка моя. Очень-очень я ее люблю. Цветы довольно-таки крупные такие, сантиметров 10-11, наверное. Вот еще один бутончик. Это вот она выкормила меня на 4 цветочка, отдала цветоносное ответвление. Самая обычная орхидея, да, белого краса, но белые они всегда. Да, очень эффектно смотрятся в интерьере. Поэтому белую орхидею я никому не отдам свою. Ну вот такое вот видео я вам хотела сегодня снять. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Поставьте, пожалуйста, лайк, если вам это видео понравилось. Ну и, конечно же, напишите свой отзыв, мне будет очень и очень приятно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok